Ещё одна практичная и качественная вещь – колонка, корпус которой выполнен из цинкового сплава, что обеспечивает глубокие и мощные басы. Водонепроницаемая и пылезащищённая, с окантовкой из RGB-подсветки по всему корпусу. Она похожа на капсулу из будущего. Прочный противоударный корпус. На кнопке для переключения выполнены в форме рычагов, что добавляет необычности. Итак, по техническим характеристикам соединяется с мобильным телефоном по Bluetooth, сохраняет соединение до 15 метров. Аккумулятор на 3100 мАч, обеспечивает до 10 часов работы на средней громкости. Оснащена двумя мощными динамиками, поддерживает Hi-Res звучание, выдаёт глубокий и приятный бас без дребезжания. Ультракомпактный фонарик. Работает как от сети, так и от внешних накопителей. Его легко брать с собой и включать от пауэрбанка или через переходник от мобильного телефона. Нет изысканного дизайна, но его исключительность как раз в его простоте. Несколько светодиодов скрыто прозрачный прочный корпус. Очень просто и понятно. Практичная компактная штука, которой легко пользоваться и брать с собой. Можно положить его в карман или бросить в сумку. Никогда не знаешь, где можешь оказаться. А так прекрасный ночник или светильник для чтения. Можно использовать как походный вариант или воткнуть в розетку на постоянной основе. Есть среди вас поклонники эфира жидкости. Это непонятная штука, очень похожа на зверька. Вот такая штуковина попалась мне. Что-то вроде аудиодисплея. Реагирует на звук. Можно поставить на рабочий стол и кайфовать от реакции на ваш топ-чарт. Вообще действительно очень необычная и забавная фича. Прекрасное дополнение в плане дизайнерского решения. Ведь даже в спокойном состоянии она необычно выглядит. Сам блок выполнен из дерева, капсула, в которой находится сама жидкость из каленого стекла. Изделие достаточно прочное, но все же стоит обходиться аккуратно. Теперь обращаюсь к поклонникам игры Cyberpunk 77. Ну или просто любителям всяких крутых необычных гаджетов. У нас сегодня суперстильный выпуск. Итак, вот такие крутейшие часики я увидел. И помимо шикарного дизайна, у них классные технические показатели. 1,39-дюймовый AMOLED-дисплей, 5ATM, защита от воды и пыли IP68. Сам дисплей выполнен из сапфирового стекла, а это значит, он невероятно устойчив к внешним факторам, их крайне сложно поцарапать. А внутренняя часть из нержавеющей стали 316L. Пристально следят за вашим здоровьем около 110 режимов тренировок, пульсометр, датчик SPO2 и отслеживание сна. Чипсет STM32 в сочетании с 1 гигабайтом ОЗУ и 4 гигабайтами встроенной памяти. 14 дней обычного использования мониторинг SPO2 до 5 дней. Этот умный автомобильный компьютер – диагностический инструмент, который может отображать и контролировать данные двигателя. Контролирует и передает на экран скорость автомобиля, обороты в минуту, температуру охлаждающей жидкости двигателя, адометр, значение нагрузки двигателя, температуру впускного воздуха, напряжение. Мини-бортовой компьютер легко подключить в один порт. Это разъем типа C для устройства, другой порт OBD с 16 контактами. Подключите его к порту OBD вашего автомобиля. Станет гораздо проще оценивать состояние автомобиля. Гарантированный помощник в дальних поездках и ежедневном использовании вашего авто. А эта электрическая бритва – еще одна вещь просто незаменимая, когда речь касается каких-либо поездок или командировок. А всему вину ее компактный размер, она не больше самой обычной банковской карты, да и выполнена к тому же в очень минималистичном стиле. Так что на первый взгляд даже и не догадаешься, что в этом небольшом устройстве спрятана вполне себе неплохая бритва. Справляется со своей задачей она на ура. Сбивает абсолютно все, пусть и нужно приложить чуть больше усилий, чем обычно. Но опять-таки при таких ее габаритах и удобстве хранения такие вещи можно и простить. А вот и пора самых разнообразных фестивалей и ивентов на гиковскую тематику. Так почему бы не появиться там не в образе самого обычного и скучного человека, а в костюме Дарта Вейдера. Да, здесь даже не придется запариваться над шитьем и крафтингом, костюмы без этого выглядят очень даже неплохо. Качественный крой и все необходимые аксессуары, включая шлем, который, кстати, имеет также встроенный динамик, искажающий голос. Словом, когда вы потратите достаточно времени, чтобы надеть все это на себя, не будет даже вопросов о том, похожи вы на знаменитого злодея серии «Звездных войн» или нет. Ведь костюм просто невероятный. Уверен, все когда-нибудь видели в фильме, как актеры изменяют себе голос при помощи всяких устройств. Думаю, многим было бы интересно, где берут такие штуковины. Возможно, кто-нибудь серьезно задумывался о приобретении. Если вы относитесь к тем, кто хотел бы купить себе штуку для изменения голоса, то вот вам варик, где можно ее заказать. Да, на родном Алиэкспресс есть вещичка для изменения голоса. Приходит она в небольшом металлическом кейсе. Выглядит как пульт со всякими кнопочками. Разобраться в устройстве легко. Я не хочу сейчас на этом останавливаться, но штука реально годная. Это гарантирую. О, годная штуковина. Да, это паяльник на газу. Обычный паяльник относительно долго нагревается, а этот можно включить сразу же. Плюс он хорошо паяет, так что за качество можете не переживать, оно не пострадает. Работает он как зажигалка на каком-то горючем веществе. С помощью специальной крутящей штуки вы можете отрегулировать степень включенности паяльника или что-то вроде того. Прикольная штука, я бы себе такую хотел. Паяльник станет чудесным подарком для любого мужчины или мальчика. LED-браслет. Это непростая вещь, пусть она и кажется вполне понятной на первый взгляд. Самое крутое, ребятки, наличие световых эффектов. Выглядят они классно, дарят массу положительных эмоций. Неудивительно, что такие браслеты часто используются на музыкальных фестивалях и вечеринках, где помогают создать запоминающуюся атмосферу. Светодиодный браслет способен светиться и мигать в разных режимах, создавая разные визуальные эффекты. Может мигать синхронно с музыкой и действиями пользователя, чтобы создавать согласованные световые шоу и эффекты в толпе. А это фреза с хвостиком 8 миллиметров. Первый товар, который пришел в тройной защите. Мне тогда же хрупкие предметы не упаковывали, а тут такая мелочевка. Деталь выглядит неплохо, сколов нет. Сначала проверил на шуруповерте и увидел незначительный, но дисбаланс. А вот при работе с фрезером, она так вибрирует прям жуть. Использовать нельзя. Подозреваю, что это из-за подшипника. Пробовал на сосновом бруске. Грызет нормально. Но долго ли? Это помощник для надевания носков. Да, поначалу это устройство может показаться безумным, но только не для людей с ограниченными возможностями. К примеру, один мой знакомый купил это приспособление для своей бабушки, и теперь она самостоятельно надевает и снимает носки, не наклоняясь к ступням. Что касается самого товара, со слов знакомого, упаковочная коробка была смятой, но содержимое в порядке. Качество нормальное, пластик, к удивлению крепкий, все гладенько и без заусенцев. Это пневмопробойник, работающий под давлением 6,5 бар. Особо претензий нет, со своим заданием справляется хорошо. Когда смотрел на фото, думал он побольше будет, но по факту в длину не больше 25 сантиметров. Хотя это не мешает ему работать с материалами, толщина которых от 0,8 до 1,2 мм. Диаметр перфорации около 5 мм. Как заверяет продавец, этот пневмопробойник можно использовать для стали и железа. Лично я пробовал на алюминии, с остальными материалами работать пока не приходилось. Пескоструйный пистолет. Вообще правильно было бы назвать его абразивоструйным, так как можно применять не только песок, но и другие абразивные материалы. Песок использовали самый обычный, предварительно от сейф крупные фракции. В ёмкость помещается около килограмма, хватает при полностью открытом клапане ненамного. Обработка заняла около минуты, при желании можно было бы добиться лучшего результата. Экономил песок. Для взлома Wi-Fi сети соседа, чего делать, повторюсь, нельзя, люди используют дополнительные Wi-Fi адаптеры. И вот вам пример одного из них. Данная модель отличается от остальных тем, что она имеет функцию экранирования, то есть повышение чувствительности приёмника, встроенный усилитель, повышающий пиковую мощность передатчика, а также съёмные антенны. Как эта штука работает и что для неё необходимо сделать, я рассказывать не буду, уж извините. Здесь вам не гайд по взлому чьей-то сети, однако знать вы должны, что такие штуки существуют. И, к сожалению, даже длинные пароли вас от этого не спасёт. Принимай участие в конкурсе и выиграй вот этот смартфон абсолютно бесплатно! С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребём 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет!